Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Евросоюз готовит экстренный план по сдерживанию России и Китая. Издание Foreign Policy сообщило, что визит Макрона в Пекин и его последующие громкие заявления о необходимости укрепления экономических отношений с Китаем вынуждают чиновников Белого Дома и Еврокомиссии срочно принимать ответные меры. Отмечается, что в Белом Доме и Брюсселе встревожены позиции французского лидера, который может привести к расколу в ЕС. Вероятность этого выросла после того, как позицию Макрона о необходимости увеличения объемов сотрудничества с Китаем публично поддержала глава итальянского правительства. За ухудшение отношений с Китаем открыто выступают руководства США, Германии и Еврокомиссии. Стоит отметить, что администрация Белого Дома недавно предприняла попытки отговорить китайское руководство от сотрудничества с российскими властями, направив в Пекин Урсулу фон дер Лейн и Аналину Бербак. Однако холодный прием указанных персон китайским руководством не оставил сомнений в том, что Китай от сотрудничества с Россией отказываться не намерен. Сразу после этого европейские чиновники самого высокого уровня, за исключением Макрона, дружно заговорили о необходимости пересмотра отношений с КНР. При этом с учетом критической зависимости европейских государств от китайских товаров, включая редкоземельные металлы, алюминий и удобрения, вероятное сокращение объемов торговли может нанести сильнейший удар по европейской промышленности. Для минимизации негативных последствий европейские чиновники заняты поиском новых поставщиков в Европу энергоресурсов, драгоценных камней, редкоземельных металлов, стали, удобрения. Новые поставщики должны заменить для Европы, Китай и Россию. Немецкое издание Die Welt сообщило, что руководство ЕС планирует заручиться поддержкой Бразилии, Чилии, Нигерии и Казахстана, призвав их присоединиться к санкциям против российских и китайских компаний. В ближайшее время перечисленные страны посетят чиновники ЕС, которые предложат местным компаниям стать стратегически значимыми партнерами и занять место российских и китайских поставщиков. Правда, места эти могут быть заняты лишь в случае поддержки руководством перечисленных стран антироссийских и антикитайских санкций. В обмен на политическое осуждение действий России и Китая европейские чиновники предложат заключить торговые и энергетические соглашения. Издание Die Welt отмечает, что перечисленные страны проявляют интерес к европейской модели построения демократии и заинтересованы в получении европейских инвестиций для развития своих экономик.